Красивая убийца. Так впору назвать то, чем женщины пользуются ежедневно и не раз на дню. Насколько адекватна цена привлекательности, судите сами. Выводы специалистов систематизировал Владимир Щеглов. Но я никогда не крашу губы. Губнушка, а Лёня не подружка. Она выбросила её после первого использования. У девушки на помаду аллергия. Лицо всё покраснело, губы обсыпало. Жутко на самом деле. И это ещё не самое страшное, что скрывается за ярко-алой улыбкой. Помада приводит к артриту, бесплодию, раку и даже заболеваниям сердца. Данные последних исследований британских учёных. Исследователи связывают боли в мышцах и сердце с триклозаном. Под влиянием этого консерванта бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам, превращаясь в супербактерии. Разложим тюбик. В составе помады четыре компонента. Твёрдая основа воск, а ещё краситель, ароматизатор и консервант. Тот самый упомянутый триклозан. Есть и аналог парабен. Без них никак не обойтись. Помада – это питательная среда для размножения бактерий, а консерванты должны их уничтожать. И вот когда проводили опыты на казунах, тоже незначительное количество триклозана им вводили. Вот как раз у них на 25% ослабевала деятельность сердечной мышцы. Вот и опыты это подтверждают. Проводили на кроликах кадры, которые не нуждаются в комментариях. Но, кажется, и такие последствия женщин не остановят. Вот, например, в 17 веке все знали, что в пудре опасен для жизни свинец. Но продолжали использовать и продолжали умирать во имя красоты и навязанных стандартов. Пышные алые губы – они же сегодня повсюду. Плакаты на улицах, фильмы, реклама. Визажисты только подливают масло в огонь. В моде красная помада, и это яркий акцент на лице, это сексуальность, это стиль, это классика. И парфюмерно-косметический рынок с Денисом заодно. Производители не отрицают – в помаде содержатся опасные вещества, но их количество невелико и беспокоиться не о чем. Триклозан никогда в губной помаде не присутствует. Все ингредиенты, которые входят в состав губной помады, проходят тщательный токсикологический контроль. А что еще кандидат биологических наук может сказать? Что из-за триклозана в помаде может прибавиться лишний вес, что волосы растут на лице, или что увеличивается риск бесплодия. Все эти открытия вредят продажам косметики. Но почему об этом вам рассказывает мужчина? Женщины красят губы, кусают их и за жизнь съедают 5 килограммов опасной помады. А боятся мужчины? И ладно бы, токсичные вещества попадали в наш организм только через кожу. Целуя любимых губы, мужчины съедают за свою жизнь 1 килограмм помады. А это 250 тюбиков, не самого лучшего на вкус блюда, целиком состоящего из химии. И так как это уже фактически еда, то она представляет еще большую опасность для нашего организма. У женщин заболевания онкологии, раковыми заболеваниями встречаются намного чаще, чем у мужчин. Возможно, это связано именно с тем, что женщины съедают губной помады намного больше, чем съедают мужчины. Профессор настаивает, на тюбиках с губной помадой необходимо предупреждение клеить, как на пачках сигарет. Опасно для жизни, но это вряд ли поможет. Состав от этого не изменится, да и сама помада никуда с рынка не денется. Владимир Щеглов, Надежда Алешкина, Адана Галстян, Валерий Лутаминов, Янтон Мещеряков. РЕН-ТВ